вот собственно как и обещал собрал все чудо на макетной плате того чтобы просто продемонстрировать собственно как производится проверка здесь у нас высоковольтный преобразователь на 400 вольт китайский хороший в принципе довольно таки ну неплохой вот у нас идет в ряд анодных резисторов да то есть это нагрузочное сопротивление здесь как раз они по одному мегаом их 10 штук то есть 10 мегаом так как по сути мы снимаем импульсы да то есть которые проходят через транзистор я не могу напрямую подключить их к целого так как вот если видно то оциллограф у меня до 300 вольт по входу приходится подключать через какой-нибудь транзисторный ключ ну данный момент транзистор высоковольтный на в качестве индикации служит вот обыкновенная лампочка ну как видим она из-за яркого освещения даже не видно как мигает я выключу свет и вот едва 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 видно лампочкой и вот из-за вот этих наводок которые идут сейчас из-за того что все эти провода вот такой кучей лежат то есть она сама по себе одну еле-еле светится но импульсы все равно различимы то есть вот видно когда попадает какая-то частица да то есть из космоса грубо говоря или со стен на какой-то гамма-квант видно как она вспыхивает этот светодиод но вспыхивает он очень тускло дальше расскажу почему собственно для того чтобы произвести сам замер необходимо на оциллографе собственно поймать сам этот импульс вот я нажимаю клавишу сингл и вот у нас прилетел наш так называемый гамма кван стоит 200 милливольт на деление ну соответственно у нас то сейчас деление 200 миллион где-то здесь примерно пол деления нет даже больше на где-то процентов 75 ну наверно это где-то 150 милливольт импульс прошел то есть который собственно поступил с трубки транзистор его слегка по напряжение уменьшил для того чтобы ациллограф его смог считать вот собственно сама трубка да я ее ой соскочил клеммник ну в общем неважно сейчас я ее буду менять я ее пометил хрестиком так как она свою отжила давайте посмотрим как собственно исправная себя ведет я вот тут подготовил у меня несколько их штук ну давайте начнем вот си 22 я не тут довольно таки тяжело это все снимать я это одной кучей сюда сложил вот мы и подключаем согласно полярности так плюс минус не соскочил вот и сейчас если видно здесь уже даже при включенном свете видно как светодиод моргает это связано с тем что сейчас уже более высокий ток проходит через сам счетчик сейчас мы попробуем это зафиксировать пустим триггер чуть чуть ниже сингл и вот как видим сейчас это уже почти ну так сказать наверно 240 милливольт я просто не хочу включать курсоры для того чтобы все это измерить так как видео уже совсем тогда растянется вот эти вот штуки которые мы видим это вот та самая электромагнитная помеха вот в данный момент она вызвана тем что это импульсный блок питания и вся вот это вот короче все эти макароны здесь вот так вот у меня на столе лежат ну то есть собственно исправный счетчик делает вот такие импульсы то есть конкретно этот это я взял тот который вот из самых наихудших да то есть это где-то примерно 35 процентов жизни уже трубки ушло в принципе она поработала несколько лет ее потом судя по всему сняли также это еще может быть связано с тем что возможно хранились как-то неверно то есть я не знаю каким-то образом утечка газа произошла из самой трубки ну давайте посмотрим как ведут себя вообще другие счетчики не конкретно эти вот те же сбн 20 давайте сбн 19 большая трубка она собственно похоже да ну я ее отбраковал потому что есть на ней мятина небольшая то есть это так трубочка для экспериментов плюс минус маркировка отсутствует тсбм 19 так подключаем видно моргает тоже делаем на целого графе single capture и вот пожалуйста пике здесь в районе вот как раз 200 230 миль вольт ну там их можно конечно пересчитать на ток да с коэффициентом собственно усиление ну в данный момент таким усиление это у нас наоборот мы уменьшаем собственно напряжение так который у нас поступило по ноду тут у нас 400 вольт мы их понижаем до 12 и вот видим собственно такие импульсы я извиняюсь мне тяжело держать телефон и вот так вот собственно тыкать с руками объяснять это довольно неудобно так давайте попробуем другие счетчики значит вот этот счетчик вообще не было это у нас си 1 г вот этот как раз я вам говорил это тупо обыкновенная неоновая лампочка да то есть вот в ней находится чистый неон если взять камеру обыкновенный фотоаппарат у которого есть выдержка до большая и положить вот эту трубочку вот так вот боком так чтобы видно было внутреннюю часть и положить рядом с источником сделать большую выдержку то камера вот со счет большой выдержки она вот как раз вот видит собственно свет от частичек которые низировали газ внутри трубки то есть получится такое фото с большой выдержкой в котором видно как это собственно трубка светится ну и так можно определить собственно какой газ здесь здесь я знаю какой газ это неон то есть вот я ее подключаю и ну это очень грубый счетчик он где-то процентов 75 вот сбм от 20 поэтому он мало чувствителен и как видно что очень редко реагирует мы все же попробуем поймать от него импульс вот я фокус пропал включил режим single capture ждем импульс бац вот новый счетчик видно здесь у нас где-то примерно полтора деления с то есть 300 милливольт импульс это полностью новый счетчик то есть он не был в использовании вот от него его коробочка там даже паспорт есть к нему это мне досталось с института геохимии там у меня друг на кафедре работает так продолжим сбм 20 вот я покажу тут как исправный счетчик выглядит и как неисправный и немного расскажу еще об собственно том как давайте наверное с неисправного вот у меня неисправный сбм 20 так где у него плюс плюс вот подключаем прошу прощения так чай и тут довольно так вот я ложу на него ладно покажу вот руками оп видите загорелся светодиод то есть так как будто здесь произошло козе но на самом деле никакого козе здесь нет здесь газ тупо внутри этой трубки свесится то есть светит светится да связано это с тем что данный счетчик стоял в дозиметре у которого контрольный источник находился прямо над самим счетчиком и во время работы он клуба говоря выжих весь гасящий газ самом деле этот счетчик по-прежнему работает если эту схему переделать с учетом ну то есть там несколько транзисторов надо поставить для детектирования срабатывания импульса когда придет импульс на трубку нужно сразу же отключить питание от этой трубки таким образом мы погасим ну электрически собственно дугу которая возникла внутри трубки и таким образом счетчик будет снова готов к регистрации гамма кванта тут такое дело да то есть как бы этот счетчик в принципе ну он полностью работоспособен но вот я не знаю как бы это так показать но вот когда я касаюсь его корпусом то честными носовой контакт все касаюсь корпуса как видно светодиод загорается не сразу вот блин вот да то все отказаюсь проходит какое-то время и он загорать связано это с тем что пока собственно приложено напряжение то есть газ внутри трубки ионизируется но то есть он произойдет в ней пробой только тогда когда попадет туда частица какая-то да какой-то хамма кван и хамма бета то есть неважно то есть какая-то частица в момент попадания частицы в газе про возникает пробой и этот пробой не способен без гасящего газа на наполнительно которые не туда вставляют то есть погасить этот пробой в общем это в принципе можете почитать где-то на википедии как они работают то есть пробой выскочил появился да и он как бы не способен уже погаснуть то есть там просто внутри горит газ то есть как бы если померить сопротивление этого счетчика она бесконечная потому что ну это полностью исправен счетчик у него анод внутри я полностью уверен в том что он исправен то есть он нигде не разома внутри там ничего не не шатается если его потрясти ну давайте еще попробуем вот рабочий какой-то sbm 20 вот к нему что это у нас тут где у него плюс где минус так вот вот у нас плюс и минус подключили наблюдаем сейчас что-то будет ничего не происходит этот счетчик рабочий может где контакт это шоу а ну сейчас свет выключил ну это трубки все которые я отбраковал так поэтому построимся немножко это у нас помехи поймались попробуем поймать да по всей видимости это тоже вот как раз уставший счетчик вот я как раз поймал но он устал не настолько сильно но сейчас свет обратно так уж извините уж очень неудобно с телефоном со сетьми ну и здесь у нас примерно так чтобы не соврать наверно где-то 210-205 наверное даже на 205 милливольт по пику да вы смотрите то есть не на крайние вот это вот это помехи просто они попали в область сигнала сам счет это вот где касается вот этой вот центральной линии да вот этот вот шпипчик это можно конечно то есть помехи убрать там есть усреднение сейчас включил просто максимальную точность поэтому все вот эти вот шумы да они попадают сюда кстати говоря вот это вот кривая так видите она имеет такие вот как бы ступеньки на самом деле вот этот импульс он может варьироваться то есть в зависимости от его формы в принципе можно даже определить это бета или гамма квант то есть это фактически спектрометр будет ну спектрометром не зовешь то что мерит бету потому что бета это не совсем энергия это частица тогда как гамма это уже больше электрон да то есть его можно энергию померить а бета частицы ну они просто помехи так значит так пару слов да то собственно как детектировать эти трубки без как сказать без поцеллографа да вот у меня есть трубка та же самая си 22 г до которые неисправно я ее сюда ставлю так подключаю обратно и собственно импульсы там есть они очень-очень слабые попробуем снова сейчас камере даже чувствительность увеличится с темнотой видно как они проскакивают собственно яркость светодиода напрямую зависит от тока протекаемой через трубки через трубку а ток зависит от содержания то есть газа который ну то есть детектирует неона или аргона ну совок использовал в основном неон аргоном они там наверно сварили что то так как вроде есть аргоновая сварка как бы утечка газа из этих трубок возможно да но это очень маловероятно так как я думаю ну сколько здесь этой трубки она девяносто первого года ну и грубо говоря 20 там лет а с чем то там сложно сказать возможно ли вообще утечка газа из самого трубки то есть если там есть где-то утечка то скорее всего за двадцать лет бы он бы тупо верил весь вышел там ничего бы не осталось вот то есть если я не знаю то есть с каком давлением здесь то есть а здесь находится в этом счетчике под давлением или наоборот там вакуум с присадкой этого газа то есть как он там устроен дальше мне сложно сказать вот могу сказать точно что если бы здесь был вакуум и здесь была бы утечка кислорода внутрь он бы вообще перестал считать это точно скорее всего здесь при каком-то малом давлении положительном этот газ находится вот давайте еще раз посмотрим этот же самый импульс да вот вот целографа триггер а он сам даже выскочил на помехи среагировал вот видно где-то здесь 150 милливольт он даже не проскочил вот это деление давайте его увеличим чутка вот ну очень много помех от импульсного блока питания тут вообще такая каша проводов так а целографом никто не меряет то есть ну разнесены очень далеко то есть заземляющий провод вот собственно да детектирующего и мы меряем причем милливольты да там при каких то вообще смешных токах для того чтобы собственно сделать самый простой детектор достаточно взять какую-либо исправную трубку и любое в принципе высоковольтный биполярный транзистор и подобрать его включить его в цепь таким образом чтобы он скажем вот по сути говоря вот эта вся гирлянда из этих резисторов это высоковольтный делитель он идет от плюс 400 вольт до земли прям так и идет только через трубку я потом может не знаю схему брошу ну в принципе в интернете этих схем счетчиков есть целая куча любая из них подойдет единственное что вам нужно включить этот транзистор не так как в этих схемах в режиме детектора то есть в режиме ключа тогда он у вас будет реагировать абсолютно на любой а в режиме неполного насыщения в таком режиме он просто будет усиливать слабый сигнал по сути говоря мерить напряжение мерить ток протекаемый через трубку собственно что я и делаю ну блин скажем я тут не особо-то готовился поэтому так сказать что вот как на лекции в университете я не могу но это самый простой способ собственно проверить все еще гейгера мюллера да то есть по протекаемому току значит при сопротивлении 10 мегаом мне честно сложно сказать какой ток ну наверное где-то ой да 10 мегаом 400 вольт наверное это где-то 4 микроампера ток должен идти если в случае если он меньше чем 4 микроампера ну соответственно транзистор будет открываться не полностью и это будет влиять как на яркость светодиода так собственно и на ток протекаемый сам счетчик вот я возьму и два щупа положу один на другой вот видите светодиод загорается в полную яркость то есть это вообще идеальное да то есть если бы сам по себе счетчик делал внутри полное козе по линии то мы бы увидели на столь яркое свечение вот и очень хорошие счетчики да вот как новый да то есть абсолютно они то есть газ еще внутри них настолько чист что очень хорошо проводит собственно сам ток через какое-то время после того как они побудут в эксплуатации да ток будет уже гораздо меньше соответственно яркость светодиода упадет мне такое впечатление что счетчик возможно использовался в какой-то системе радиационного контроля собственно как я их и собираюсь использовать в таком случае то есть их ставят грубо говоря в детектор который стоит и постоянно включен то есть круглыми сутками такой счетчик может проработать при нормальном фоне ну я не знаю наверное лет 8-9 да то есть ну то есть это при условии если он постоянно включен тогда он не портится ну как то есть он естественно стареет можно так сказать естественным счетом в случае если происходит да то есть происходит если он детектирует достаточно большие дозы вот на постоянной основе в таком случае внутри счетчика кончается вот этот вот гасящий газ который гасит ну разряд внутри счетчика и они уходят в КЗ это вот как я продемонстрировал на вот этом счетчике да нет стоп на том который был с крестиком на вот этом да и еще по поводу вот счетчика да вмятины на счетчиках это тоже довольно таки немаловажный немаловажный момент то есть когда вмятина достаточно сильная ну здесь не такие сильные но все же а вот довольно таки существенная вмятина если так посмотреть камера плохо показывает фокус не не очень идет с телефона на что это влияет влияет это на то что разряд то есть который происходит внутри счетчика он будет с большой вероятностью происходить в том месте где вот это есть вмятина потому что она будет ближе всего находиться к аноду ну собственно который вот натянут внутри самой трубки то есть там место будет пробоя самое частое это хреново потому что с вот этой вот стороны то есть если вот так вот трубка будет к источнику да лицом то в этом месте она будет детектировать чаще и немного то есть врать по показаниям поэтому и даже желательно вот в таком случае ставить таким образом чтобы детектирующая сторона не имела никаких вмятин ну у меня их тут довольно много мятых я их отбраковал по разным причинам то ли у них счет был то есть недостаточно линейным сейчас кстати объясню что как собственно проверить еще линейность да то есть счетчика у вас допустим есть источник какой-нибудь ну допустим есть линейка так вы ставите сам дозиметр какой-нибудь нет не дозиметр измеряющие устройства для проверки счетчиков это я уже немного загнул с дозиметром и с другой стороны счетчик ой счетчик господи источник и приближая его постепенно вы увидите что собственно счетчик будет сильнее реагировать и у вас получится график график должен быть вот должен быть линейным примерно и вот так вот дужкой да то есть в случае если вы видите какие-то ступеньки такие вот это связано с внутренними повреждениями или геометрия счетчика потому что в каком-то месте будет пробивать чаще нежели в другом ну не знаю будет ли понятно что-то с моего объяснения я старался как мог и да то есть детектировать радиацию можно не только счетчиками гегера мюллера самый простой способ как бы смешно не казалось но обыкновенная неоновая лампочка вот в этой лампочке нету нету этого гасящего газа поэтому в случае если возникает в ней пробой так вообще-то это лампочка не совсем лампочка это стартер от флуоресцентной лампы вот если в ней возникает пробой то она тупо начинает светиться ее в принципе тоже можно сейчас сюда подключить но мы увидим тот же самый эффект что вот был с вот этим счетчиком просто козе и для того чтобы оно у нас работало необходимо собрать вот как раз схему с электронным как бы электронная схема электронного гашения вот этого разряда внутри счетчика упс улетел да и это можно сделать не только короче с какой-то неоновой лампочкой вот к примеру nixi индикатор да неоновый там тоже вот эти детектируют кстати довольно неплохо гамму я на них тоже проверял правда напряжение гораздо больше что для них надо такие тоже веселые с ним их тоже практически можно кстати спектрометра из этой штуки сделать вот он будет очень очень грубый то есть из-за того что расстояние между анодами вот нет вру между катодами внутри вот такой вот лампочки оно как бы такими уровнями идет вниз и частица попадая скажем на переднюю поверхность сетчика пролетая через вот анод это вот это вот сеточка и устремляясь туда к катодам так как катодов здесь много например тоже гамма-излучение оно там не так уж хорошо летит в вакууме оно будет потихоньку тормозиться и на вот этих вот цифрах они будут улавливать эти частицы и в зависимости от энергии этой частицы мы будем получать разное напряжение на каждом из катодов собственно индикатора ну не знаю будет ли какой-то дебил собирать на этом как я ну ладно один уже есть один собрал дебил собирать спектрометра на такой штуке но как игрушка да можно попробовать то есть что еще да то есть если интересный момент со стартерами использовал вот такие это асрам еще неплохо детектирует гамму причем если очень хорошенько построить можно даже фон фон да то есть примерно где-то в минуту мы получаем два импульса с такого счетчика это очень мало поэтому фоновые значения или околофоновые мерить ими не получится это надо не знаю их несколько запараллеливать там может быть штук 9-10 я не знаю если их рядом запараллелить причем на каждый из счетчиков нужна схема гашения разряда ну это будет довольно таки больших размеров плата если ее делать то есть но тем не менее это тоже вариант детектирования радиации а касательно трубки да то есть вот это вот это к сожалению неисправно так просто в общем в принципе собрать вот и простой детектор да это именно на какой-нибудь транзистор можно еще использовать операционный усилитель да то есть в принципе это тот же самый ну грубо говоря транзистор ну если нет далеко не тот же самый но тем не менее это уже интегральная можно так сказать аналоговая микросхема которая будет более четко и без к примеру можно там шумодав поставить который будет давить вот эти все дурацкие шумы они кстати тоже видны на этом на светодиоде то есть если даже вот без подключенного ну то есть как бы без подключенной нагрузки в виде лампы сейчас выключить свет и попытаться поднести к светодиоду видно очень очень тусклое свечение там прям вообще ну то есть даже и глазом его трудно различить ну это кстати показатель вот настройки тоже транзистора транзистор должен быть в таком режиме что вот просто вот отключенных при отключенном счетчике он должен хотя бы какое-нибудь да свечение должно быть на светодиоде прям ну вообще еле еле тусклое это нужно для того чтобы знать нижний предел то есть все что выше этого нижнего предела это будет как раз счет вот этих счетчиков да и кстати вот вы говорили у вас там в том видео был какой-то неисправный счетчик да то есть если он внешне полностью абсолютно да то есть целый вот и вы его подключите вот к примеру к такому прибору да и социолографа будете смотреть есть большая вероятность того что вы будете видеть импульсы проходящие скажем ну они будут сливаться очень сильно там с помехами ну это в зависимости от того как вы будете плату собирать но они будут то есть даже при самом херовом счетчике то есть при условии что он целый импульсы в любом случае с него можно получить но тут два ключевых фактора это ток протекаемый опять же через трубку то есть ток можно регулировать резисторами к примеру сейчас стоит 10 мегаом это то что должно быть по паспорту практически ко всем с этим вот неоновым вот этим счетчиком неоновым аргоновым то есть это нагрузка в 10 мегаом это при напряжении в 400 вольт то есть если вы их снизите к примеру до 5 мегаом ток будет протекать если он не будет ограничиваться газом самой трубки он будет протекать больше но тогда будет износ трубки происходить быстрее но тут еще не достаточно просто взять и как бы понизить это сопротивление нужно повысить напряжение да вот кстати очень рекомендую вот этот блок питания то есть китайские купленные там по моему за 4 я их доллара или за 2 его брал высоковольтный преобразователь он вплоть до 600 вольт выдает нет даже больше по моему до 800 да и пальцы сюда лучше особо так не совать потому что ток здесь чертовски большой здесь 500 миллиампер при 800 вольтах можно ну короче на свет на тот свет отправить может на раз плюнуть ну здесь сверху можно его спокойно трогать так как здесь нет компонентов которых можно просто так коснуться за исключением вот грубо говоря выхода из преобразователя здесь желательно не трогать у меня их там несколько вот рекомендую для покупки сколько он там 2 или 3 доллара стоит и это готовое законченное устройство если скажем собирать дозиметр да самостоятельно можно взять вот такую херовину взять любой микроконтроллер вот к примеру тот же самый ардвина такую макетную плату все здесь собрать так это сейчас дело от греха подальше выключу уже говорил минут 20 оно здесь под напряжением так ардвина вы собственно все что вам нужно сделать воткнуть ее в макетную плату подключить здесь выходы и вам нужно снимать вот как я например оцеллографом снимаю здесь напряжение с сейчас покажу поближе да то есть я снимаю с светодиода с вот этой точки я снимал напряжение вот вы подключаете любой из аналоговых выходов к этой точке вместе с выходом прерывания для чего это нужно в момент когда вы будете получать прерывание микроконтроллер сможет измерить напряжение в этом месте ну и соответственно чем больше напряжение здесь будет тем больше ток протекает через трубку но это если делать это автоматизированно тогда нужно написать прошивку под микроконтроллер сделать наверное плату или хотя бы на макетке спаять это все дело как-то так ладно я надеюсь вы хоть что-то с этого моего рассказа поняли я туда грузил вообще какой-то непонятной херней вот так просто знаете собрать все мысли в кучу да и вот взять сходу да так не подготовившись можно так записать ролик про детектирование тока протекаемый через трубку мне довольно сложно ну так как я уже грубо говоря давно вот этим всем делом занимаюсь мне это довольно просто было сделать ну как бы я имея все элементы до проверил все эти счетчики ну буквально там за минут восемь да и вот он вам написал ладно 34 минуты показывает телефон я уже на 35 минуте завершаю разговор